Прокуратура Республики расследует дело о финансовых злоупотреблениях Минспорта Чувашии. Один из служащих самовольно перечислял бюджетные средства за пользование сотовой связью в личных целях. Также выявлены факты перечисления денежных средств лицу, не являющемуся сотрудником министерства. После возбуждения уголовного дела подразделение Минспорта Чувашии по профилактике коррупционных правонарушений предотвратило попытку уничтожения бухгалтерских документов. По этому факту Минспорта Чувашия обратилась в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. Выдворить нельзя оставить. С начала этого года чубаксарские приставы отправили домой пять иностранцев. Сегодня на родину отправились еще два человека. Не по собственному желанию, а принудительно. Все они жители Узбекистана. Отъезда на родину нелегальные мигранты ожидают в центре временного содержания МВД. Здесь находятся те, кто не первый раз нарушает миграционное законодательство или скрывается от органов. Пять человек выдвинули в этом году. Выдворяли Украину и Узбекистан. Четыре человека приобрели билет за свой счет. Иностранцы не оформили документы, подтверждающие право пребывания в нашей стране. Без специального разрешения они находились больше 90 суток. По закону это штраф и выдворение за пределы государства. Путь исследований за машин не выходить, на своем языке не разговаривать, не ругаться, слушать все команды, которые... Один незаконно жил в Алатаре, другой его земляк нашелся в Кугесях. Он уже четыре года игнорирует решение суда и никак не желает покидать Россию. Вот мы собираемся, все фоткаться. Колкие замечания в качестве защиты. А вот от интервью задержавшийся гость отказался. Сегодня нарушители уже должны вылететь к себе домой. Билеты у них только в один конец. Приставы провожают иностранцев до границы в Казанском аэропорту. Отправки домой в спецприемники сейчас ожидают еще граждане Молдовы, Украины и Узбекистана. Ирина Волкова, Валерий Резюков, Республика.